Газотранспортная система. Гидродинамическое и геологическое моделирование. Что же это такое и зачем это нужно? Получить ответы на эти и многие другие вопросы смогли участники экскурсии, прошедшей в Институте Газпром в НИИГАЗ. Мы встречаемся здесь в канун Дня российской науки. По давней традиции, которая сложилась во ВНИИГАЗе уже последние 5-6 лет, с гостями, которые интересуются наукой. И гости эти не совсем обычные. Это старшеклассники, школ и школ в этом году разных районов Московской области. И студенты, которые встречаются в музее с молодыми учеными. С помощью такой штуки мы сжимаем газ. Зачем сжимать газ? Кто-нибудь слышал? По-разному. В разных случаях нам надо его повысить давление. Для чего-то. Молодежь стремится в Москву. Там и заработок выше, и перспективы. Но хорошую профессию можно найти и под боком, в своем районе. Вот только знает об этом далеко не каждый. Чем больше будет людей, которые, в принципе, понимают вот именно идеологию проекта, для чего это делается, это же общественный проект. То есть он не требует никаких финансовых вложений, то есть он никем не финансируем. А главное, что это бесплатно открывающиеся двери предприятия для ребят, которые могут задать любые вопросы. Этот проект неоценим с точки зрения познавательной ориентации нашей молодежи, нашего подрастающего поколения на будущую профессию. К сожалению, быстрого результата от экскурсии ждать не стоит. Его можно будет увидеть только через несколько лет. Сейчас же с уверенностью можно утверждать лишь одно – встреча ребятам понравилась. Я узнал много нового, потому что вся наша страна держится на природных ресурсах, таких как газ или нефть. И тут очень подробно и интересно рассказали, как это происходит, какие процессы при этом действуют, очищение газа, что он несет, какой вред, какую пользу. И это все очень интересно и познавательно. Экскурсии Молпромтур будут проходить и дальше. В планах – увеличение как числа посещаемых предприятий, так и количество привлекаемых экскурсантов. Теперь у молодых людей будет еще больше возможностей открывать для себя новые профессии и определяться со своим будущим. Александр Шишов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.